Самую пригожую девчину шукают по всей краине. И первый областный кастинг национального конкурса у пригожостя «Мисс Беларусь» прошел сегодня в Гомеле. Будучая шоу, чекая небывалый размах, а переможца станет символом пригожостя и национальным набытком. Як проходил отбор, бачила Ганна Корольчук. Пошук самой пригожей девчины Беларуси распочался в Гомеле. Головные потребования остались незаменными. Узроста от 18 до 24 годов. Белорусское громадянство и постоянное проживание на территории краины. Рост не ниже за 174 сантиметра. Отсутность татуировок и пирсингу. Претендентка на корону повинна никогда ранее не быть в шлюбе и не иметь детей. На кастинг приехали девчины с усой в области. Кто стеробил ставку на свои модельные параметры, іншие плановали брать харизмой. Я закончила юрфак. Сейчас по специальности не работаю. Я шью нижнее белье ручной работы. Я люблю активный отдых. Я люблю мотоциклы, квадроциклы. Спортзал, тренажеры, тяжелый вес. Принцесса, в которой души Халк. Хобби мое. Рисую картины, предоставила жюри. Они оценили, посмотрели. Участвую уже в конкурсах не первый раз. Вот решила на такой масштабный уже республиканский конкурс попробоваться. Отбор складался с некольких этапов. После регистрации девчины отрымливали номер и отправлялись на сумовью с комиссией экспертов, где старались показать себя лепшим чином. Ины рассказывали про себя, спевали, танцевали и читали верши. Но вот ты, кто ни разу делен, что в конкурсах прыгожости, некоторые пытания ставили в тупик. Например, про свободное володание розными мовами. Самым сложным вопросом оказалось, что мне было не очень приятно мое не владение белорусским языком. Я буду стараться развиваться в этой сфере, потому что чувствую себя неловко гражданкой Белоруссии. На английском также мне со мной поговорили немного. Я закончила 10-ю гимназию. И это было непросто, потому что я начинаю его забывать. В составе экспертной комиссии директор мастацкий керавник национальной школы прыгожости Алена Троицкая, директор национального мастацкого музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов, композитор Леонид Ширен и другие представники творческой интеллигенции. Тые девчины, которые не смогли удивить экспертов, чули у отказа приходить раз в два года. Иншие перешли в другой этап – вымирание параметров, заполнение анкеты и фотосессия. При этом дельницы должны прислушаться до парад, который им дали члены комиссии. Некоторые девушки прошли во второй тур, можно сказать, с небольшим запасом. Для некоторых мы давали рекомендации. Многие девушки очень волновались. Это было видно, и мы рекомендовали им по возможности убрать это волнение. И мы посмотрим, как во втором туре они справились. Цветочек, вот он красивый по цвету, а потом начинает когда распускаться, то есть у девушки начинают работать глазки, начинает она так изнутри вот это вот начинать. И тогда человека совершенно по-другому видишь. Вот это очень важно, чтобы они не стеснялись. То есть мы замечаем то, что девушки, они как-то очень переживают. Вот у них такая есть внутренняя скованность и дрожь. Конкурс «Мисс Беларусь» проводится с 1998 года, раз в два годы. Финал уже 11-й по лику отбудется в мае в Минску. И уделуем приймать каля 30 девчон. Вслед за Гомелем конкурсанток будут шукать в инших областных центрах. Девчонки, которым посчастить пройти кастинг, весной чакают шмат напруженных дзен, наполненных репетициями, тренировками и уделом у доброченных акциях. Переможца конкурса, кроме короны, и права представлять Беларусь на международных конкурсах при Гажосте, а тримает бойный грошовый приз.